На Маврикии в ходу рупий. Курс по отношению к евро 1 к 40, то есть одна рупия чуть-чуть дороже рубля, что делает расчеты довольно легкими. Форма выпуска банкнот тоже весьма удобная. Люди зачастую проводят свое время на океане и деньги в карманах просто намокают. Вот, собственно говоря, 25 рупий, 50 рупий и 500 рупий выпускается в таком пластиковом виде. Цены на продукты от пермских не сильно отличаются. Поход в супермаркет на Маврикии может обойтись в полторы-две тысячи рублей. Это без излишеств. Но местные населения, зачастую живущие за чертой бедности, покупают еду совсем в других местах. 85% это европейцы в супермаркете. Тогда я задалась вопросом, где еду покупают местные. Оказалось, что местные покупают все в местных ларьках. Придя в местный ларек, я увидела, что, во-первых, полки с банками, с консервами, заморозка это в лучшем случае. И просто целые стеллажи алкоголя. Есть еще маленькие продуктовые рынки. Там можно чуть дешевле купить фрукты и овощи. Правда, готовьтесь к сюрпризам. Некоторые продукты называются совсем иначе, чем мы привыкли. Мне нужны томатоусы. Показываю традиционные для нас помидоры. Чувак говорит, нет, это не томатоусы. Я говорю, как это не томатоусы? Он говорит, это пандамур. Это вот как наши помидоры, только вот такие маленькие, плотные, не очень мясистые. И у нас такие продают в августе, в сентябре вот на рынках. Это не такие плотные. А томатоусы, помидоры, у них считаются вот именно ровной, крупной формы. Если планируете отдыхать лежа на пляжах, вполне возможно, что местных фруктов и овощей хватит, чтобы утолить голод. Но если собираетесь проводить время в активном отдыхе, придется запланировать чуть больше средств на усиленное питание.